Всем привет! Сразу, кто есть на месте, пишите, как слышно и как видно. Так, я жду, пока напишите. Кто есть? Кто слышит, кто видит? Пишите. Наталья. Наталья Высоцкая, всем привет. Наташа, пиши, слышишь меня или нет? Так, Людмила, добрый вечер. Здравствуйте, Елена. Видно и слышно. Вот, отлично, спасибо. Хорошо. Так, Маша, приветики. Ольга, сейчас подождем немножко, чтобы подключился народ, потому что я спонтанно решила сделать, решила на вопросы на ваши поотвечать. Так, Ольга, Нижний Новгород, привет. Николь, здравствуйте, Елена. Рада, что попала на ваши видео, я тоже рада. Здравствуйте, видно, слышно хорошо. Отлично, Наталья. Сейчас мы немножко подождем на ротку, чуть-чуток. Хожу, все прочитали. Вот, в горле пересохло сразу. Так, Марина, привет, привет, слышно? Так, с вами. Наталья, ты вроде бы едешь. Или уже приехала? Так, всем привет. Как эфир, так, дочки, едут по... Деду по давай. Ничего страшного. Мои тоже нахватали еды и убежали в соседнюю комнату. Так, Нина, привет из Кривого Рога. Так, девочки, мальчики, вы сразу думайте, пишите вопросы, какие у вас накопились за это все время. Сколько мы с вами не виделись, не слышались. Я буду крутить трубочки и сразу отвечать на ваши вопросы. Так, Альфия, слышно? Отлично. Ну, видите, как я уже затерла свой пеноплекс. Уже пикно целое осталось от клея. Так, Наталья, нет, до 20 работаю. Буду слушать, поняла. Я думала, ты уже едешь. Так, Тимур, обожаю творческих людей. Отлично. Я тоже люблю творческих людей. Так, смотрите, буду крутить на свою спицу такую большую. Эти пока мне не надо. Я хочу что-то такое сплести. Сама не знаю еще что. Мыслей очень много. Ну, пока хочу накрутить трубочек. Пока кручу трубочек, чтобы не было скучно, решила с вами эфир провести. Так, Людмила Спирина, очень хочу научиться, поэтому рада встрече. Насчет хочу научиться, сразу скажу, что у нас есть плейлист для новичков, а также есть школа онлайн, в которую в данный момент мы записываем учеников. Школа онлайн. Там 10 уроков в течение месяца. Мы будем тет-а-тет учиться. Сейчас у нас уже один курс идет в данный момент. Уже девочки учатся. Вот, кстати, тут Наталья у нас есть. Она как раз одна из учениц. Так что, кто хочет записаться, пожалуйста, записывайтесь заранее, чтобы потом не было казусов. А я вам пока покажу, какой я цвет красивый сделала из трубочек. Может, кому-то пригодится. Смотрите, такой вот дикая слива такая вот получилась. Не знаю, не очень передается на камере, но он реально очень классный цвет. Я давно такой хотела, но что-то покупать не покупала. А взяла бордовую. У меня оставалась бордовая краска в бутылке. Я раньше ее разводила как-то. И сейчас я, наверное, их вытащу, чтобы лучше видно было. Бордовая смешалась с синий. Вот, видите, какая. Да, цвет не очень передается. И вот бордовый синим дает вот такой вот цвет. Очень такой классный. Это уже обработанные трубочки у меня лежат, ждут своей участи. Это я буду плести в вот этой онлайн-школе. Как раз один из уроков из таких трубочек. Мы в этой школе учимся полностью плетению с нуля. От самого начала рассказываем про бумагу, про трубочки, про спицы. Ну, полностью про все. И учимся плести. Так что пишите мне в личку в соцсетях. Абсолютно в любой соцсети. Есть под роликом. Так, неправильно показываю. Вот так надо показать. Если никак не привыкну, куда пальцем показывать. Там есть ссылки на все мои соцсети. Или напишите просто в инстаграме. Есть. Напишите. Рукоделкин Лена в гугл. И вы найдете меня и в фейсбуке, и везде. И в Одноклассниках, и в ВКонтакте. И везде, где вам захочется. И в Одноклассниках сказала. Так. А мы начинаем крутить. Так, вопросы не пишите, да? Так, Нина, пробовали ли выкрутить трубочки на спицу 3,5? Нет. У меня даже такой спицы нет. И в принципе у меня не было. Такие спицы это для сундуков обычно дело. Для таких конкретно больших изделий. Я такого ничего не плела. Поэтому не было возможности использовать такое дело. Так. Я всегда вот так выкладываю уголочками. Это я уже показывала и не раз. Ну, может кто-то не видел. Посмотрит еще разочек. Кто видел. Так, Добрый день. Почему так мало лайков? Ничего потом наставят. Промазала клеем. Можно в принципе так оставить. Но так клей обычно выходит потом наружу. Мне это не очень нравится. Поэтому я обычно еще кисточкой немного так размазываю. Чтоб было поудобнее. И он не выпадал у меня. Клей наружу не вылазил. Потом эти, где клей попадает наружу, мы потом эти места просто не прокрасим. Это будет видно. Так, вот под таким вот углом я начинаю крутить. И прокручиваем. Можно так же крутить на весу. Так же мы заворачиваем уголочек. И вот таким вот образом мы наматываем. Ну, скажу честно, крутить на весу это не так быстро, как на столе. На столе крутим быстрее намного. Так, извиняюсь, где можно прочитать о школе онлайн. Спасибо. Ссылку. Сейчас я скину ссылку. У меня сегодня модератор. Я не знаю, нету модераторов. Сейчас, секундочку. Я вам скину прямо в чат ссылочку на подробности. Сейчас, одну секунду. И у меня тут программа. Тут есть и программа курса, и расписание, и мастер-классы. Я тут такой сайт у меня небольшой. В принципе, туда может зайти не только новички. Могут зайти и просто люди. Потому что, подписчики, я создала сайт, и туда буду скидывать свои мастер-классы. Но они будут скидываться. Так, вот, смотрите. Вот ссылку я скинула. Смотрите. Там смотрите подряд. Там вверху есть строка, и там написано. Мастер-классы идут по категориям. Кто не сильно любит копаться в ютубе, может там начинать смотреть. Но сайт еще молодой, поэтому я его постепенно еще только набираю. И каждый день туда что-то закидываю. Поэтому он будет наполняться периодически. Ну, весь сразу я не могу закидать, потому что информации очень много. Поэтому проходите по этой ссылке и смотрите, что вас интересует. Или про школу, или просто мастер-классы, которые есть на ютубе. Ну, там они тоже будут. Там, в принципе, разобраться не сложно. Так, Наталья, расскажите, пожалуйста, как рассчитать количество трубочек на изделие, чтобы определить цену для покупателя. Что вам на это сказать? Это вам надо... Вы так не определите цену для покупателя. Это у вас нужно определять примерно... Ну, как, даже не примерно, а как сказать, на вид. Первые изделия, вы так просто-запросто, вы их не определите. Во-первых, здесь не только по количеству трубочек идет цена. Количество трубочек это один из кучи нюансов. Количество трубочек я определяю на глаз, поэтому я этого сильно не скажу. Есть в интернете, я знаю, что девочки из чата у меня находили таблицу. Кто у нас в чате, можете спросить и посмотреть эту таблицу. Ну, не знаю, мне она не очень как-то понравилась, эта таблица. Я что-то посмотрела ее. В принципе, она мне как таковая и не нужна. Вам, может быть, она пригодится. Для этого надо попасть в наш чат. Чат, телеграмме, так вот тоже в поисковике набираете, телеграмм скачиваете и пишите рукоделкин Лены. И попадаете на мой чат. И там девочки вам подскажут эту ссылку на этот калькулятор, скажем так. А цену вообще надо смотреть, ну, в первую очередь, сколько вы сами хотите получить. Сколько вы цените свое время, как быстро вы плетете, сколько трубочек, какие материалы. У меня, например, лак стоит одну цену, у вас может стоить совершенно другую. Ценовая политика в материалах очень сильно разная. Потом, в каком городе вы живете. Если вы живете в каком-то маленьком городке, это одна цена будет. Если вы живете в столице или просто в большом городе, это будет совершенно другая цена. Плюс, зависит еще от сложности узора. Если у вас очень сложный какой-то узор, то это тоже цена одна. Если обычная веревочка там или сетица, это тоже совсем другое. Тут очень много нюансов по этому поводу, по цене. Так просто это не придумаешь по количеству трубочек. Плохо, что у меня нету. Так, Изабель. А что ты высветилась у меня не как модератор? Ты же у меня модератор вроде бы. Изабель, ты меня слышишь? Напиши. Напиши и ответь, пожалуйста, нашим иностранным гостям. Там вот выше, я смотрю, написали. И ниже Италия, а сверху не пойму, Бразилия или кто. Нужно, чтобы перевели и ответили народу. Если я сейчас начну переводчиком переводить, то это будет долгая история. Так. Дальше читаем. Так, что у нас тут про морилку? Так, Алена. Как долго можно хранить трубочки, окрашенные морилкой? Так, читала, что трубочка слетела. Смотря, что вы с ними сделали уже. Если вы просто покрасили морилкой и еще не обрабатывали, то вы их просто высушили и храните столько, сколько вам нужно. Единственное, ну, чтоб там не месяц, два, три, я не знаю сколько. Годами, что я надеюсь, вы не будете их хранить. Чтоб они не рассыпались. Бумага все-таки. Если вы уже отлакировали, ну, я имею ввиду, обработали трубочки, то тоже, если в морозилку положить обработанные, ну, тоже может какое-то время лежать. Неделю там, я не знаю, ну, две. Ничего с ними не станет. Но это если вы собираетесь с них что-то плести. Если вы не собираетесь ничего плести, просто у вас остались остатки трубочек, они лишние для вас. Тогда вы просто их высушиваете полностью, полностью высушиваете. Хоть они и обработаны, но вы их должны высушить. Сложить куда-то в отдельный короб, там, или я не знаю, где вы их там будете хранить. И пусть они лежат до хороших времен. Когда они вам понадобятся для какой-то очередной плетенки, значит, вы их берете, вытаскиваете, берете стопочку. Сейчас покажу. Так, на чем показать. Вот. Берете вот так вот стопочку. И вот сюда наливаете водичку теплую, прям с крана. Прямо проточную воду поставили под кран и налили. Она отсюда вытечет. Протрусили их немного и в пакет, как обычно. И пусть они полежат до того момента, пока вот эти вот концы у нас не подсохнут. И все, и работаете. И будут они такие же, как и раньше. Ничего с ними абсолютно не случается. Это касается не только морилки. Это касается всех и колера, и морилки. Окрашеных я имею ввиду. Так. Дикая шарка. Увидела на вашем канале коляску для игрушек. Скажите, а размер ли стол для трубочек такой же, как и сейчас, или меньше? А еще кукольная миниатюра на канале будет. Я как-то вот с кукольными... Это у меня был заказ просто такой на кукольную вот эту колясочку. Малюсенькая. Она вообще малюсенькая, такусенькая была. Это у меня заказ поступил там от одной мастерицы тоже. Она шьет. А мне заказала колясочку. Я вообще по кукольным не сильно их люблю. Вот это сильно они мелкие такие. Но плести вообще-то желательно такие миниатюрки из тоненьких трубочек. Чем толще трубочка, тем больше изделия. Как вот здесь выше спрашивали за 3,5 см. Это явно плетется что-то большое, крупногабаритное. А для мелких, естественно, надо спицу... Ну, если совсем вот такая крошка, как у меня была, мебель вот эта кукольная, малюсенькая. Это спица 1,2 или единичка. Я так... Ну, так подходит оно как раз хорошо. Если что-то такое вот средненькое, ну, как салфетницы, шкатулочки, то спица 1,5 или 1,2 тоже. Вот как-то так. Ну, это сугубо мое мнение. Поэтому смотрите. Так, пока болтала, у меня клей подсыхает. Надо поменьше брать, потому что производительность труда меньше, когда разговариваешь еще и читаешь, чтобы клей не высыхал. А будет ли еще что-то миниатюрное, честно сказать, не знаю. Ну, это вряд ли, наверное. Если что-то и будет, то я не знаю даже когда и что. Потому что, не знаю, мне оно просто потом куда его девать. Оно у меня будет валяться и все. Не знаю. Я не сильно люблю вот эти вот сильно мелкие плести. Точно сказать не могу. Ну, скорее всего, что нет. Так, берем следующую пачку. Видите, у меня какая спица. Она прям жирненькая такая. Ну, тем не менее, изделия получаются и из нее отличные. Так, дальше. Изабель, это мы уже видели. Иван, Лена, а на чем крутите? Это пеноплекс. Это для утепления домов. Вот утепляют дома пенопластом и пеноплексом. Вот это вот, оно на пенопласт не сильно схоже. У него такая вот структура. Слушайте, пока она шкребется. И он такой вот. Сейчас покажу, как он. Мягкий. Его если протыкать, здесь видно вам будет? Нет, не видно. Где-то вот тут видно будет. Вот, смотрите, сейчас я его проткну. Видите, он и стал. Это очень удобно, кстати, на вот этих вот штуках, на пеноплексе. Это когда вы будете плести на двойных стойках прямоугольные донышки. И вам понадобятся вот эти невидимочки. Невидимочки повтыкивали на миллиметровку или на листик в клеточку, там линейки расчерчены. Ну, что-то подобное. И очень удобно сюда вот это вот втыкивать. Удобная штука. Многофункциональная, скажем так. И главное, что она недорогая. Недорогая, легкая и удобная. Так, и далее. Так, Ольга. Добрый вечер. Спасибо вам большое за ваши мастер-классы. Очень много у вас узнала. Скажите, пожалуйста, диаметр спицы, черная длина полосы вашей. У меня я режу с А4. Ну, это А3, но режу я поперек, поэтому получается А4. Режу я поперек, но понятным причинам. Это потому, что у меня волокна не в ту сторону, не вдоль, а поперек. Ну, в принципе, я и рада этому. Я не люблю длинные трубочки. Я люблю трубочки именно длиной такой. Сама трубочка из такой полосы получается. Я уже показывала неоднократно. Сейчас еще покажу. Вот, смотрите. 30 сантиметров ровно получается такая трубочка. И скрутка у меня здесь идет 2-2,5 сантиметра. Вообще, в идеале, это где-то до 2 сантиметров. Скруточка. Ширина полосы я беру 7 сантиметров. Ну, для такой спицы желательно брать 10-10,5. Именно вот для этой, которая у меня. Ну, я уже привыкла, поэтому делаю так постоянно. А новичкам я всегда советую менять, потому что, чтобы привыкать, ну, правильно, скажем так. Для спицы 1,5 это где-то нужно 7-5 сантиметров. Для спицы 1,5 я сказала 1. Сейчас, подождите. Мозги потерялись мои. Для спицы 1,5 7-5. Для спицы 1,2 5. Вот так. А для этой спицы 7-10. Вот. Слышу, ну, вроде не модератор. Странно. А мне что-то казалось, что я тебя делала модератором. Очень странно, если честно, Изабель. Ладно. Надо будет, значит, сделать. Сейчас, секундочку одну. Девочки, мальчики. Вы пока пишите вопросики. Я сейчас кое-что хочу сделать. Тут один моментик. Чтоб потом у меня не было проблем с Ютубом. Так-так-так. Так-так. 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 Так-так-так. Так-так-так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Так, пишите, пишите пока вопросы. Сейчас, одну секундочку, сейчас я быстро сработаю. Сейчас я, Изабель, закину, куда надо. Так, всё закинула. Читаем дальше. Изабель, ты теперь модератор. Поздравляю. Так, Наталья. Я не о цене, а именно о количестве трубочек. Ну, вот я же говорю, приходите к нам в чат и там, или сами посмотрите. По-моему, в стране мастеров этот калькулятор встречался по именно количеству трубочек расчёту. Я просто уже беру вот охапочку, скажем так, и уже знаю, что это из него получится. Вообще, если мне не хватает, я вот взяла что-то плести и накрутила, она всё сделала, приготовила. Если мне не хватило трубочек, это не беда. Я просто докрутила их, ну или там, у меня обычно всегда лежат уже заготовленные трубочки в большом количестве. Я просто беру эти трубочки, докрасила и плету дальше. Никаких проблем в этом вообще не вижу. Поэтому смотрите, как вам удобно. Если вам это, значит, в чате скажете, вам девочки скинут эту штуку. Так, Лена, не получается скопировать телефон, чтобы перевести. Плохо. А если на компьютере, на компьютере занято? А сейчас модератор, может быть, и получится скопировать. Так, Светлана. Перевод. А, вот перевод. Привет, могу ли я узнать ширину бумаги измерения железа? Спасибо, поздравления, вы очень хороши. Так, размер бумаги и размер спицы интересует. Это надо ответить человеку. Забыль, ответь, пожалуйста, выше нашим иностранцам. Или я потом, в принципе, могу через время им ответить. Ладно, идем дальше. Вот, Изабель пишет про формулу эту, про расчет трубочек. Так, Наталья, я тоже сейчас кручу. Ну вот, не одна я такая. Крутим все вместе. Так, Алена. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста. Нина. Я открыла для себя спицу 3,5. Очень довольна. Короба, бельевые корзины, корзины для игрушек. Все получается аккуратно и, главное, быстро. Ну да, там, если спица большая, то трубочки тоже, соответственно, большие. Я думаю, что, конечно, оно будет работаться быстро. Правильно. Надо открывать для себя все новое. Не надо выцикливаться на том, что кто-то где-то сказал. Попробовали, понравилось, все отлично. Не надо ни на кого смотреть. Да и все дела. Тем более, если вы плетете большие формы. Так, читаем дальше. Полоса получается 14-30 сантиметров. Проще говоря, газетный лист разрезается на 3 части. Понятно. Тамара. А из 7 сантиметров полтора трубочка не полая получается. 7 сантиметров полтора трубочка получается не полая. Если боитесь, сделайте больше. Не знаю, меня такая трубочка вполне устраивает. Я знаю, что я такая не одна. Но это тоже, я же говорю, это мое мнение. Если вам такая трубочка кажется полой, значит, делайте трубочки больше ширины уберите. Пробуйте. Просто если у вас сильно будет большая ширина, а спица будет маленькая, будет тяжело просто наращивать трубочки. И все. И гнуться они будут по-разному. Это все приходит со временем. Каждый выбирает то, что ему нравится. Начинает с того, что подсказывают, а в результате приходят все равно к какому-то своему выводу. Так, что у нас еще? Добрый вечер всем. Под каким углом у вас спица? У меня иногда скрутка утолщается. Сейчас вот я чуть только накручу. Вот такой вот угол. Острый. Если вы возьмете больший угол, сейчас я на следующий покажу, что произойдет. Сейчас я их отодвину. Сейчас возьмем большой угол специально. Вот такой возьмем. Закручивать я их до конца не буду, чтобы трубочку не портить. И вот смотрите, что у нас получается. Во-первых, скрутка. Намного расстояние, видите какое. Во-первых, трубочка здесь очень толстая. И сама скрутка вот здесь совершенно другая. Она большая. Тут, наверное, сантиметра три с половиной получается. И трубочка тут толще. Вообще она такая несуразная вся. И короткая сама трубочка очень получается. Поэтому угол берем острый. Сейчас мы ее как надо закрутим. Еще новичкам я советую не крутить на короткие спицы. Но если ничего нет, то, конечно, пожалуйста. Если есть выбор, лучше выберите подлиннее. На них легче просто крутить. Со временем, конечно, все крутят на чем удобно. Многие крутят и на коротких. Но для новичка, который еще совсем ничего не умеет, лучше начинать с длинной спицы. Так. Вернулись. 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 Сейчас я себе на компьютере все вернула. что-то куда-то все подевалась. Наш интернет, наш YouTube это что-то. Так. Только не говорите, что чат. Вот чат на месте. Слава Богу. Так. Где мы тут остановились? Сейчас. Секунду. Много уже пропустила. Где ваши вопросы, вопросы, вопросы. Так, 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 на этой части. Вот. Нашла так. Тамара. Это мы прочитали. Теперь Ирина. Добрый вечер всем. Это мы тоже прочитали. Светлана. Так. Куда опять пропали? Что-то интернет глючит. Так. Как можно надо угол. Как можно острее. Да. Правильно. Так. Лена смотрела очень много ваших МК. Везде вы плетете справа налево. Я так не могу. А слева направо есть? А какая разница? Не расскажете мне? Какая разница, как я плету и как вы будете плести? Вас же никто не заставляет плести в мою сторону. Зачем? Зачем плести так, как я плету? Плетите так, как вы плетете. Просто мастер-класс смотрите в другую сторону. От этого узор. Ни узор, ни плетение. Ни один узор, ни единый. От этого не поменяется. Абсолютно. Все то же самое. Просто плетете в свою сторону. Вы не одна такая. Очень много так плетет. Я уже говорила и неоднократно, что плести надо уметь в обе стороны. Потому что очень часто встречаются узоры, которые нужно плести в разные стороны. Особенно это касается укороченных рядов. Где идут укороченные ряды. Там надо уметь плести в обе стороны. Иначе у вас просто ничего не получится. И так же, как не только укороченные ряды. Вы когда плетете, например, донышко какое-нибудь. На какой-то форме, которую вы переворачиваете. Вот сначала вы плетете, например, вот так вот одели и плетете. Тоже яблоко, к примеру. И спускаетесь вот сюда вниз. Вот так видно. Вот сюда вниз спускаетесь. Потом вам неудобно тут уже плести. Вам надо перевернуть. Вы переворачиваете. И соответственно, вы плетете уже в другую сторону. Вы уже все. Вы уже поменялись. Или вам надо обрезать трубочки и разворачивать их в обратку. Или плести в другую сторону. Поэтому, извините, но надо учиться плести в обе стороны. И от того, куда я плету, у вас от этого ничего не меняется. Абсолютно. Совершенно. Смотрим просто мастер-класс. Смотрим, как это делать. А не в какую сторону плести. Вот и все дела на этом. Многие люди плетут так же, как я. В ту же сторону. Я же не могу подстраиваться под каждого. Одно видео делать влево, а другое вправо. Это тоже нереально. Мне тут недавно написали комментарий, что почему вы плетете не в ту сторону. Вы же читаете в ту сторону. А какая разница, куда я читаю? Вот какая разница, куда я читаю? Меня смотрят не только Россия, Украина или кто русскоязычный. Меня смотрит очень много иностранцев. Иностранцы, как все знают, что есть те, которые, извините, но читают вообще с другой стороны. И как угодно. И как-то так под них подстраиваться. Я просто не могу этого сделать. Поэтому подстраиваемся каждый под себя сам. И плетем так, как удобно. Просто смотрим, как это делается и все. И весь вопрос на этом решится. Елена, почему раскручиваются трубочки при покраске? Скажите, что не так? Я сейчас скажу, конечно, что не так. Но не факт, что это вас спасет. Смотрите, для начала это клей. Клей бывает абсолютно разный. И чаще всего проблема именно в нем. Клей должен быть желательно вообще-то. Сейчас я покажу. Я уже это говорила где-то. Вот. Д2. Вот так видно. Д2, Д3. Это значит влагостойкий. Или просто читаем на самой упаковке. Влагостойкий клей, который не боится воды. Потому что часто клей, который мы пользуемся, он боится воды. Вы намазали его, водой залили и он раскрылся из-за воды. Вот и все. Он не рассчитан, что его будут купать в воде. И все дела на этом. Меняйте клей. Для начала, когда вы только начинаете тоже плести, не покупайте по 5 литров клея. Или по литру. Не надо. Зачем? Покупайте маленькую баночку. Попробуйте. Если все отлично, тогда можно брать больше. Если не нравится, соответственно брать больше не надо. А вообще поищите влагостойкий клей. Как известно всем, что многие вот таким вот клеем еще пользуются. Вот. Обычный наш момент. Всем известно. Единственное, что у него бывает разное. У меня желтые бывают других цветов. Смотрите, читайте его инструкцию и вычитывайте. Для чего он и что он. Потому что ПВА бывает очень разным. Я пока свой ПВА нашла, тоже намучилась долго. Бывает еще бумага. Качество бумаги тоже делает так, что не очень-то хорошо. И бывает, что расклеивается. Но это редкий случай. Чаще всего это клей. Или еще мало может клея здесь промазывать. Некоторые там вообще капельку-капельку маленькую кладут. А почему, непонятно. Надеется, что эта капелька их выдержит. Если клей реально не очень хороший, он не выдержит. Даже логически. Перевод очень хорошо. Спасибо за переводы. Виноват клей. Так, Светлана. Клей виноват. Да. Забыли о ком. Занят, к сожалению. Ну ничего и забыли. Занят, значит занят. А какой лучше? Я показала, какой лучше. Ты ответила уже, она спасибо написала. Отлично. Так, Инна. Виноват. Действительно клей. Я новичок с этим столкнулась. Виноват клей. Да. Чаще всего это клей. Ну бывает и бумага. Но бумага это редкость. Просто многие крутят с разной бумаги, не только с газетной. Вот журналы там или еще что-то. Там тоже есть нюансы, когда бывает, что клей не выдерживает этого дела. Но если хороший клей, то я думаю, что он выдержит все. Так. Светлана нам помогает с Италией. Спасибо большое, Светлана. Так. И на момент столяр. Да, на момент столяр. Правильно. Я отстаю от ваших вопросов и ваших ответов. Елена, благодарю. Так. Марина. Всем привет. Может кому-то нужны спицы 1 мм. Кому нужны, обращайтесь к Марине. 1 мм. Так. Светлана. Елена. Некоторые используют клей типа титан. Если ПВА, то в лучшие моменты большой желтый или красный трубы. Клей-карандаш может расклеивать. Я не знаю. Некоторые клеят клей-карандаш и нравится им все устраивать. Ну, не знаю. Что-то я... Клей-карандаш это вообще такой клей какой-то для меня считается, как в садике. Вот у им клеят. Ну, еще в школе может быть. А именно вот, чтобы крутить трубочки, чтобы они еще не расклеивались. Я думаю, что он не сильно справится с этой задачей. Тут нужен реально хороший клей. Потому что ему надо выдержать не только покраску и не расклеиться. Ему надо и обработку выдержать, чтобы она успела схватиться. Там-то, конечно, потом поможет еще. Ну, смотря чем красить. Если колер там с лаком. А если морилка без лака, то потом еще и обработку. Ну, короче, надо эту всю процедуру выдержать. Для этого нужен реально хороший клей. Так, что у нас тут дальше? Так, спасибо. Еще не красите сразу после кручения. Дайте трубочкам приезжать. Только девочка красит только на следующий день. Ну, там не на следующий день. Но, вообще, да, в идеале круто. Лучше на следующий день. Чтобы они хорошо там на ночь, например, оставить. Вы поклеили их и оставили. Потому что оно не успевает подсохнуть. Вы их начинаете красить и они сразу же размокают. Им надо высохнуть какое-то время. Хотя бы там пару часов надо. Не пару, там часа три. Три-четыре часа. Это такое минимум. Чтоб клей хорошо-хорошо. Хоть его и мало, но тем не менее. Надо, чтоб успевал подсохнуть. Особенно если сырость в помещении. Если это зима, например. Тогда надо подольше. Так, спасибо огромное, Елена. Да, карандаш расклеивается и получается обычный пиво в маленьком тюрьмике. Тоже у меня вот не держится. Вот, вот, вот. Правильно. Дальше. Перевод немного корявый Яндекс. У меня уже. Ребята слишком много народу. Самое великолепное. Мы отличные ребята. Мы самые лучшие. Что ж еще? Только мы. Плитуны. Так, верно. Лучше, чтобы после кручения подвижали трубочки. Правильно. Света. Правой момент. Так, это мы. Проклей. Опять проклей. Пойду пробовать. Да, да. Пробуйте. Его, в принципе, много везде. Он везде проклеивает. Подается. И он недорогой. Он нормальный. Его можно и пробовать. И маленькие бутылочки есть. Так, дальше. У меня тоже зависло. Так, это мы, если. Оксана. Оксана, привет. Я тебя поздно увидела. И не могу разобраться с узором. Фу-фу-фу. С узорами это только в чат. Идем в чат и там разбираемся с узорами. Так, Елена. Всем добрый вечер. Девочки, не забываем про лайки. Правильно. Лайки надо ставить. Что-то лайков совсем мало у нас. Зато дизлайки поперли. Так. Добрый день, Светлана. Плетите свою сторону просто обычным ситцем или веревочкой. Тоже плету в одну сторону. Оксана. Добрый вечер. Я, может, не по теме, но очень нужно по... По-моему, у вас видела матер-класс по велосипедной корзине. А сейчас не могу найти. Нет. По велосипедной корзине точно нету. Я вам сразу говорю. Я не плела велосипедной корзине. Я как-то все хотела-хотела, но их очень много и без меня. У нас с велосипедными корзинами знаете, кто сильно занимается? Это... Ой, Боже, как ее... Юля Косинчук. Если я не ошибаюсь. Она много плетет велосипедных корзин. В принципе, я не знаю, что там такого страшного в этой корзине. Так как обычная корзина, только с одной стороны у нас ровная стеночка. Но у меня такого точно нет. Так, скажите, пожалуйста, когда окрасить трубочки с морилкой, нужно добавлять лак? Или только при обработке добавляем лак? Светлана. Такая струбочка с морилкой. Смотря какая морилка. Если у вас морилка хорошего качества и она при добавлении лака ничего плохо себя не ведет, можете добавлять лак прямо в морилку. Если бывают такие моменты, когда морилка идет хлопьями, то, конечно, это плохо. Но это вы поймете не сразу. Вы наберете сначала все будет хорошо, потом через время, через час-два или там сколько времени пройдет, вы увидите эти хлопья. Это не есть хорошо. Это надо все просматривать. Если вы уже уверены в своей морилке, значит, можно сразу добавлять. Но я в своей морилке не добавляю лак. У меня ничего не раскручивается и без лака. Я не добавляю. Но это не значит, что вы потом не будете обрабатывать трубочки. Вы все равно будете обрабатывать. Хоть добавляли вы лак в морилку, хоть не добавляли, вы все равно будете потом обрабатывать трубочки. Потому что вы такое количество все равно не добавите. Вы добавите там ложку-две, а обрабатываете вы явно будет больше количества. Так, Наталья, Лена, добрый вечер. Спасибо, вам очень нравится смотреть, как вы плетете. Большое спасибо. Ну, ради бога, за что ж спасибо? Это вам спасибо за то, что смотрите и слушаете, как я тут ля-ля-ля. Так, Ольга, ручки для корзин по вашей методике получаются чудесно. Спасибо, до этого с ручками старалась ничего не плести. Пожалуйста. Что тут сказать? Пожалуйста. Рада помочь. Хорошо, когда что-то у кого-то получается. Я только этому рада, что не зря делаешь что-то. Так, Тамара, она не так плету, только ситец веревочками. Мне уже хочется какие-нибудь ромбы попробовать. Ну так, а в чем проблема? Ромбы тоже можно пробовать. Какая разница? Это все про то, где в другую сторону мы плетем. Абсолютно без разницы. Как вы этого понять не можете, я не знаю, если честно. Абсолютно без разницы. Вы смотрите на схему, вы ромбы плетете по схемам. Смотрите на схему, плетете также по схеме. У меня уже очень много подписчиков, зрителей, скажем так. Которые плетут ромбы и такие узоры, что закачаетесь. И как-то, не знаю, они не видят проблемы в этом абсолютно. Все отлично получается. Так, сейчас много МК в удобном для нас направлении плетения. Не хочу я про направление. Лучше не добавлять в море кулак, может осесть хлопьями. Просто некоторые добавляют. Потому что некоторые жалуются на то, что морилка делает скрутку, раскручивается у них. Отходит скрутка. Ну, я не знаю, у меня она никуда не отходит. Я никогда не добавляю лак. Потому что она реально иногда частенько дает хлопья. Бывает не сразу, как я говорила. Бывает со временем. Вы просто можете испортить морилку. Ну, это все индивидуальный подход. У всех разное качество. Разный производитель. И лака, и морилки. У меня так она там не нужна, этот лак там лишний. Так, Наталья. Да, клипова. Столер очень хорошо. В желтом чудике, да. Виночка самовар сплетел. Нет. Сразу говорю, нет. Не хочу тратить трубочки на работы, которые, ну, может быть, кому-то они и пригодятся. Может быть, кому-то они и нужны. Ну, я лично не считаю самовар такой большой потребностью, которую можно, во-первых, потратить на них время. Самовары, они не маленькие. Они все равно какой-то размер имеют. Я его сплету. Поставлю его в пакет на шкаф. И будет он у меня там стоять. Неизвестно сколько времени. Наверное, до конца своей жизни. Потому что ставить у меня его некуда, красоту. Это только если на дачу, а у меня дачи нет. Это мое мнение. Поэтому, извините, но я самовары и всякое подобное я плести не буду. Я стараюсь плести то, что пользуется, ну, может, не каждый день, но частенько в эксплуатации. Так, Тамара, я трубочку клею на титан. Клеить на мертвое через 30 минут уже можно красить. Может кому-то пригодится. Слышали все? Титан хорошо клеит. Говорят люди. Так, спасибо огромное. Я всегда добавляла в морилку лак. И думаю, почему они слишком быстро сохнут. Да, есть такое. Так что у меня тут темно. Так светлее будет. Так, я вообще склеиваю на термоклей. Красить можно через 10 секунд. Термоклей. Ничего себе. Не знаю, я такого еще не слышала, чтобы на термоклей трубочки крутили. Термоклеем обычно склеивают. Если там какие-то две запчасти надо приклеить. Какая-то работа, которая состоит из каких-то частей. И что-то куда-то надо приклеить. Тогда склеивают. Так, не знаю. Ну, каждый по-своему, наверное. Сказать тут я ничего не могу. Так, не обижайтесь. Какая ширина полоски из спицы. Я говорила в начале ролика, что... Сейчас, секунду. У меня в данный момент ширина 7 сантиметров, а спица 1,8. Но я советую на эту спицу брать 10 сантиметров. Просто я так привыкла, мне так удобно вам. Я советую делать как правильно. На полтора сантиметра мы берем 7 сантиметров и 5. А на 1,2 мы берем 5 сантиметров. Ой, какая толстая получилась. Некрасивая трубочка. Развернулась не вовремя. Так. Нет, я с ним работаю. 10 лет я не только в плетении использую. Так, под видео написано 1,5 сантиметра. 7 сантиметров. Правильно. Я под всеми видео, абсолютно под всеми видео, у меня написано 1,5 и 7 сантиметров. Но почему-то этого никто не видит. Постоянно спрашивают этот вопрос, если он у меня переходит из ролика в ролик. И я постоянно на этот вопрос отвечаю. Это мощно, да. Это точно мощно. Другие меня бесят. Другие меня бесят. Наращиваю на ПВА в красный. Привет из Турции. Привет, Мира. Это та, которая у меня пыталась записаться, расспрашивала про онлайн-школу. Я отвечала в результате. И потом Мира просто пропала куда-то в небытие. и ответа я так и не дождалась. Если я, конечно, не путаю. Но, по-моему, я не путаю. Ладно. Так, Тамара Светлана. Мне для меня ромба очень нравится. От ее органайзера с ромбами вообще балдею. Ой, я тоже от них балдею. Надо, кстати, сделать ролик тоже что-то подобное с такими, с каким-нибудь схему какую-то интересную выбрать и сделать ролик какой-нибудь. Единственное, что я все думаю, ролик сделать на YouTube или ролик сделать платный. Я смотрю, что уже многие мастера делают МК платными и не выставляют на YouTube в бесплатном дозволе. Наверное, мне тоже уже скоро будет так делать надо, потому что с YouTube я практически ничего не имею. Хотя почему-то многие считают, что я тут, наверное, уже миллионер. Не знаю. Пишут такие вещи, что в голову вообще не укладывают, если честно. Ну, ладно. С туалетом здоровья всем. Если кто-то может или хочет, или как сказать, я не знаю, материально помочь каналу, если есть такое желание, никого не буду сдерживать. Под каждым роликом у меня есть реквизиты. Реквизиты есть разные. И можно запросто сделать доброе дело и помочь каналу, чтобы у меня даже мыслей не было в голове таких про то, чтобы мастер-классы сделать платными. Если вы будете мне как-то помогать, потому что вас очень много, а я одна. Ну, я имею ввиду, что рукоделки Лена одна. Мастеров-то, в принципе, тоже много. Но очень многие мастера уже попереходили на платные. И вот чтобы у меня таких мыслей в голове даже не было, я не буду против, если вы будете мне помогать в этом. Потому что, как у многих, есть спонсорства на каналах разные или еще какие-то. Я уже когда-то говорила про это. Есть какие-то нюансы, которые помогают каналу развитию. У нас в Украине этого нет. Я этого включить просто не могу физически. Поэтому прошу вас так, на словах. Мне, конечно, честно скажу, очень не люблю я эти дела. Говорить об этом приходится. Так, еще раз скажу про нашу школу. У нас открыто, уже открыто. Онлайн-школа для новичков. По плетению с нуля. С полного нуля. Если вы вообще ни разу ничего не плели. Или вы начинаете только плести и не хотите искать кучу информации в интернете. Или вы уже плетете, но понимаете, что вам нужна какая-то подсказка. Какие-то ответы на свои вопросы. Пожалуйста, приходите в нашу школу. Записывайтесь. Записываться можно в любой из соцсетей. В личку. Пишите, я хочу записаться в школу. У нас сейчас идет набор на июль месяц. На середину где-то июля месяца у нас будет новый курс. В данный момент у нас уже идет один курс. Туда уже записаться нереально. А на следующие еще пока реально. Так что смотрите и кому надо. Пожалуйста, не опаздываем и бронируем места. Так, а теперь мы читаем ваши вопросы. Как вы находите своих клиентов для продаж своих работ? И как начинали? Начинала я как раз с продаж, скажем так. Потому что я случайно в Одноклассниках. Я не помню. Открыла ленту в Одноклассниках. И там я увидела что-то непонятное. Я сразу поняла, что это не лаза обычная. Но что-то явно красивое. И увидела короб. Я открыла интернет. Написала. Что же я тогда написала? Я не помню уже. Плетеные короба. Как-то так я написала. Потому что я не знала, что это бумага. Я понятия не имела, что это из бумаги. Даже догадаться не могла. И нажала на картинки гугла. И мне вышла куча всяких картинок. И я увидела, естественно, там разные похожие вещи. И я наткнулась на Елену Гайнанову ВКонтакте. И с ее работ... Кто ее знает, знает, что ее работы превосходные. Сейчас отрекламирую ее. Не специально. Я насмотрелась ее работы. Загорелась. Я начала плести. И плести я начала... Я искала по интернету уроков как таковых. Нет, я не нашла нормальных уроков по отдельности. Как вот у меня плейлист для новичков. Я все по крупинкам собирала. И сама училась всему. Через Ютуб, через интернет, через все. Все выискивала и все высматривала. И потом в один прекрасный момент. У меня знакомая мамина заказала заказ. Сначала я первую плетенку... Не первую, а третью плетенку подарила. И после этого у меня пошли заказы. Небольшие, но пошли. И так вот я сделала заказ. Покупатели у меня везде были. И одноклассники, и контакты, и инстаграм. И сейчас я вышла на Йетси. Не скажу, что супер-пупер пока. Но пока развиваемся в этом направлении. Как говорят, если захотеть, можно в космос улететь. Главное желание и старание. Так, Мира. Леночка, я намчет. Не знаю, что такое намчет. Что это имелось в виду? Тамара Светлана. Да, мне Ленин и Ромбы очень рады. Ну, такие-то мы читали. Тамара сказала, попробуйте смотреть через зеркало. Круто. И опять. Что-то тут одни Ромбы пошли у нас. С такого я еще не додумалась. Точно. Зеркало. Хорошая идея. Так. Я сразу про это подумала, когда вас прочитала. Так. Красивальдо тут что-то пишет. Не знаю, что он тут пишет. Курицу какую-то нам тут прислал. Девочки, кто-нибудь из химок есть? Перевод. Вы, ребята, молодцы. Отлично. Мы прекрасны. Титан тянется нитками. Неудобно. Им в тот момент еще тесно. Я его еще немного водой раздавляю. Через пять минут можно красть. Так. Ольга. Разбавьте титан. Спиртом можно муравьиным. В аптеке он не будет тянуться. Дальше. Тамара. Так. Сейчас это у нас переписка на пенофлексе. Напишите полтора на семь. Все будут видеть. Нет. Не поможет. Будьте уверены, не поможет. Огромный привет из Якутии. Огромный привет из Киева. Мне муж купил электроотвертку. Научилась на ней крутить одно удовольствие. Главное пальцы без мозолей. Честно скажу. У меня мозолей никогда не было на пальцах. Вот сколько я уже кручу третий год. Почти уже три года. Ни разу мозолей не было. Так. Сейчас. Да не слушать тебе никого. На чужой роток не накинешь лоток. Это да. Я стараюсь это делать, не слушать. Но иногда прям ох. Так. Ольга. Желание помочь? Есть денег? Нет. Помогаю лайком всегда. Если что-то у вас новое выходит. Лайками и комментариями. И поделиться в соцсетях. В любой соцсети делитесь. И я буду очень благодарна этому тоже. Так. Тамара. Я попробую на аппарат для маникюра. Но пока не получается. Веня. Я тоже из Якутии. Там скорость маленькая. Привет, Тамара. Так. Тут у нас. Привет, привет. Всем привет. Кручу я на весу. Кому как удобно. Конечно, кому как удобно. Я два года крутила на весу. А это вот последние полгода кручу на столе. Так. Леночка. Обратите внимание на опыт Лады Лега и Ольги Красиковой. У них помимо основных трансляций есть закрытые группы платные. Они ведут для них отдельные трансляции и плетут суперские вещи. Это называется спонсорство. Это они делают спонсорство. Они открыли на ютубе спонсорство. И там у них вот это вот проходит. Люди подписываются. У меня этого нет. У меня нет такой кнопочки. Скажем так. Поэтому у меня это проблема. Мне для этого надо делать рекламу. На ютубе получается у вас просто висит кнопочка, которую вы нажимаете все, кому это надо. И реклама как таковая не нужна. У меня этого нет. Поэтому мне приходится во все соцсети и так далее это все постоянно кидать. Если кто смотрит, наблюдает за моим творчеством, то они видят, что я периодически выкидываю вот эту онлайн школу свою. И там мы рекламируем сами себя, скажем так, в бесплатном формате, потому что оплачивать рекламу у меня в данный момент нет возможности. Поэтому сложнее приходится с этим делом. Людям это надо увидеть, людям это надо услышать, надо это понять. Это сложнее, чем просто нажать на кнопочку. А люди у нас ленивые. Это я уже удостоверилась и не раз. Некоторым людям трудно перейти даже в соцсеть. Они у меня спрашивают кучу вопросов. Мы хотим в школу. Я хочу, хочу. Я уже иду. Я уже бегу. И тем не менее они не идут никуда и не доходят. Тот, кто хочет, тот всегда доходит. Тот, кто не хочет, тот не доходит. Иногда просто им лень дойти. Это я уже поняла и не раз. Поэтому с ними я тягаться не буду. У них своё, у меня своё. Могу так сказать. У меня есть чат. У меня бесплатный чат, где девочки сами общаются. Там я тоже есть на связи. Если что-то надо, я всегда помогу. Если нет, значит они обсуждают. Друг другу помогают и так далее. У нас там уже много людей. И добавляются каждый день всё новые и новые. Я думаю, что после эфира ещё люди тоже поприходят. Также у меня есть платный чат. Но туда мы приходим после онлайн школы. Я ещё хочу открыть, это у меня онлайн школа. Месяц мы учимся. Такой курс из десяти уроков. Но я также хочу сделать укороченный ещё вариант. Недельный курс. Это самые основные моменты, которые там будут. И он будет дешевле по цене. И тоже будет добавляться вот в этот закрытый чат, где будет доступ постоянный ко мне. Я буду постоянно в дозволе. Просто у многих онлайн школы они за эту цену берут без обратной связи. Или обратная связь в письменном виде. У меня это в онлайн школе. У нас не просто уроки. У нас идут видеоконференции. Я вижу всех своих учеников. Они видят меня лично. Мы общаемся. Мы разговариваем про все вопросы, которые у них накапливаются за время уроков. Я им даю уроки, которые в доступе будут у них постоянно. Безостановочно. Даже если у нас всё тут развалится, то уроки останутся всё равно. Никуда они не денутся. Их можно смотреть когда угодно, когда захочется. Доступ постоянный, круглосуточный. И также если у них что-то срочное надо, они могут мне позвонить и у меня это спросить или написать какой-то вопрос. И раз в неделю у нас видеоконференции, на которых мы встречаемся. Все ученики выходят в видеоконференцию и мы общаемся. Я им всё это рассказываю, объясняю. Они слушают и задают вопрос. Так что если кого-то заинтересовало, пожалуйста, приходите. Только не так, что вы пишите «хочу», а сами потом пропадаете. Хотя бы напишите какой-то ответ. Вообще вот я сколько уже много на социальных сетях общаюсь с людьми. И я не понимаю людей, которые что-то спрашивают в личку или в комментариях. Ну без разницы, что и куда. Они задают вопросы какие-то. Причём даже без здрасте, без до свидания. Просто тупо задаётся вопрос какой-то. Я на него отвечаю. Или задаю какой-то встречный вопрос для того, чтобы лучше что-то узнать. А в ответ тишина. Полная тишина. Ни тебе спасибо, ни тебе ничего вообще. Я такого не понимаю, если честно. Может я какая-то неправильная, я не знаю. Ладно, не будем о плохом. Считаем дальше, что у нас тут ещё. Так, я тут пропустила. Ольга Романова пишет. О, Алёна Бугрова рекламировала вас. Узоры ваши. Ничего себе. Алёна Бугрова, она специфический человек, я так понимаю. Но плетёт она хорошо. Вообще все мастера, в принципе, плетут. Каждый по-своему хорошо. У каждого свои нюансы. У каждого свой вид. Вроде бы одно и то же, если и плетёшь. Похоже какие-то там мастеров совпадают работы. Но всё равно они по-разному выглядят. Я мастер-классы не смотрю мастеров. Но в Инстаграме я вижу их работы. Мастер-классы я не вижу, но работы я их вижу. И у каждого свои нюансы есть. Хороших мастеров очень много. Просто некоторые дают бесплатный доступ в YouTube. А некоторые продают это всё платными мастер-классами. Причём иногда такое продают и люди покупают, что в YouTube полно. Но, тем не менее, это не мешает продать. Люди покупают. А тут бесплатно даёшь. И ещё умудряются иногда и гадостей наговорить. Так, девочки, мы уже полтора часа с вами. Почти нет, чуть меньше, чем полтора. Ещё не надоело вам смотреть, как я кручу. Сколько лет назад вы начали? Когда я лет восемь назад заинтересовалась плетением, не в ЛК, не на YouTube, ничего толком не было. Училась по МК Елены Тищенко. Думаю, многие по ним учились. Елена Тищенко, если честно, я обнаружила не так давно. Ну как, не то, что не так давно. Где-то спустя год после того, как я уже плела. Я не знаю почему, но она мне почему-то не выскочила на интернете. Может быть потому, что я больше смотрела даже не по YouTube эти мастер-классы, а именно вот как у Елены Гайнановой. Она вот толком мастер-класса как такового нет. Там пару фотографий и всё. Вот по таким наработкам я училась. Я больше сама как-то вот додумывалась, что, как и чего. Почему у меня сейчас часто вот в чате или там где-то спрашивают Лена, как разобрать тот или иной узор. Они мне скидывают фото и я им рассказываю, как это делается. Потому что я уже наглядно вижу, что куда и чего пошло. И мы таким образом разбираем в чате узоры. Я не все мастер-классы просто могу делать, которые просят. Ну это понятно, я физически ничего не успеваю. Но я могу это объяснить на словах или по телефону позвонить и рассказать. И человек уже поняв, что и как, он летёт сам дальше эти работы. О плиту я уже говорила. Я точно не помню, но где-то около, ну меньше трёх лет. Может три с половиной, два с половиной. Чуть-чуть больше, наверное, чем два с половиной. Но до трёх ещё не дошло дело. Где-то так примерно, около трёх лет я плету. Не так давно, скажем так. Для плетения это не очень много. И я уже, когда плела, были мастер-классы и уже было где покопаться, скажем так. А потом, когда я добралась до Ютуба, я же не сразу канал открыла. А потом, только спустя год уже. У меня каналу только два года. Не год, да. Или год прошёл. Меньше года прошло. И уже точно я не помню. Потом я канал решила открыть, попробовать. Думаю, раз я плету, почему бы сразу и не попробовать здесь. А вдруг получится. Ну вот. Сижу до сих пор в темнице сырой. Ютуб зовётся таковой. Так, а кто не подписан на платную группу? Может покупать отдельные трансляции? Не совсем поняла. Вплотную группу так и попадают, когда покупают отдельные трансляции. Если вы это имеете ввиду. Они покупают трансляцию и попадают, соответственно, в эту группу. Хотя я знаю, что у некоторых попадаешь в чат один раз и там остаёшься и всё на этом. А у некоторых этот чат оплачивается, вы, наверное, это имеете ввиду, оплачивается каждый месяц. И не каждый захочет оплачивать ежемесячный взнос. Наверное, вы это имеете ввиду. У меня, например, онлайн-школа есть тоже чат, в который попадают девочки, но он не оплачивается каждый месяц. Вы туда один раз попали и всё, и вы там остаётесь навсегда, независимо, что и как. Вам нужно только один раз оплатить курс, пройти его и всё. И вы попадаете в этот чат, и вы уже там будете общаться с учениками и со мной тоже. А как у других, я не знаю, то, что я слышала, вот я вам сказала. Так, Ирина, добрый вечер. Пытаюсь сосчитать вашу производительность. Нет, не считайте, вы не забывайте, что я отвлекаюсь очень сильно. Сколько трубочек в минуту выкрутите, завораживает ваша работа, спасибо. Пожалуйста, я уже когда-то говорила, у меня трубочек в минуту, сколько же я считала. Если уже они вот так намазаны, уже разложила я их, то получается 6 трубочек в минуту где-то. Если меня ничего не отвлекает, если я не веду канал и так далее, я просто сама себе тихонечко сижу и кручу. 6 трубочек в минуту. Если что-то отвлекает, то доходит до 4-5 трубочек в минуту. Но это надо вот реально сидеть и прямо вот так строчить, строчить, строчить без установки. Но я же не робот, поэтому, естественно, у меня так не получается. Одна минута бывает много, вторая минута получается и поменьше. В среднем где-то так. А здесь сейчас считать не стоит, потому что я сейчас не работаю. Я сейчас работаю в полсилы. Даже, наверное, меньше, чем в полсилы. Потому что я болтаю, во-первых, отвлекаюсь. У меня мозги забиты вообще непонятно чем. И читаю. Я тут кручу, а глаза у меня в чате. Я кручу, можно сказать, вслепую сейчас. Если вы заметили, я часто кручу трубочку, а сама читаю вопрос. Это так же, как я когда-то вязала на спицах или крючком без разницы. Тоже сама смотрю телевизор, а тем самым вяжешь. Ну, я думаю, я не одна такая, таких людей много, которые вяжут вслепую. Если там нет, конечно, какого-то супер узора, а что-то обычное. Так же и здесь та же история. Так, что мы еще тут написали? Елена что-то пишет. Сейчас прочитаю. Так, а следующий шаг. Курс для продвинутых плитунов. Сложные узоры, необычные конструкции, разбор техники. Сдели с Pinterest, а фото есть. А как сделать, не всегда понятно. Я это тоже в голове у себя держала. И очень много об этом думала. Но, честно скажу, я не знала, надо такой курс или не надо. Будут у меня ученики на такой курс или не будут? Придете вы ко мне или не придете? Потому что это все очень большая работа. Если вы заметили, я сейчас стала выкладывать ролики намного реже. Я раньше выкладывала чуть ли не каждый день. Сейчас я выкладываю один раз в неделю. Бывает вообще загвоздки, что и еще реже. Вот сейчас я вообще прямой эфир, видите, сделала. Потому что у меня ролика вообще нет. Нечего показать. Хотя в мыслях у меня есть уже один ролик. Даже трубочки уже есть. Его просто надо сделать. Потому что я не успеваю физически. У меня школа. Надо делать уроки отдельные. Мне нужно заниматься с учениками. Мне нужно делать YouTube. У меня сейчас еще плюс добавилось от брата собачка. Брат поехал отдыхать. А нам принесли померанского шпица. И с ним надо и гулять. Это забот полный рот. Это щенок еще ко всему прочему. Так, вернулись. Опять мой потолок вам светится. Все время мой потолок светится. Страшный. У нас там от дождя он протек. Все время высвечивается. Короче говоря, физически не все успеваю. Поэтому, чтобы такой курс создать, надо быть уверенным, что он пойдет. Потому что даже вот этот сайт, который я вам ссылку скидывала, это тоже очень много времени занимает. Там я мало того, что плету, так я еще разбираюсь как программист. Ну, я не программист, конечно. Но вот эти вот кодах от email и так далее. Это для меня очень тяжело разбираться с этим сайтом. Но приходится это все выискивать и правильно, чтобы все сделать. Это тоже время. Реклама, то, что надо поделиться и рассказать, это тоже очень много времени. Соцсети отнимают очень много времени. Ответы на ваши вопросы, которые частенько приходят. Иногда такие вопросы, что за голову хватаешься. Но, тем не менее, надо отвечать. Комментарии под ютубом, это тоже время очень много. Если вы заметили, я стараюсь, что можно отвечать, короче говоря, на комментарии. Бывает, что такое, что я пропускаю. Если я пропустила по какой-то причине, не заметила, не обижайтесь. Они не из-за того, что я не хочу отвечать вам, а из-за того, что я просто не вижу. Потому что их достаточное количество, чтобы в них потеряться. Так что напишите, надо вам такой курс или не надо. И новички тоже. Приходите в нашу школу. За месяц, я думаю, что это не такая большая плата, но за то вы научитесь сразу плести. Правильно плести, не надо вам ничего выискивать. Так, что у нас еще? Насчет гадостей соглашусь. Да-да, гадости такое дело. Я из Казахстана, Ирина Алмата. С удовольствием смотрю ваши мастер-классы. Многому у вас научилась, к сожалению, не могу поддержать вас материально. Я навсегда ставлю лайки. Лайки, комментарии и делиться в соцсетях. Вот это вот основные пункты для того, чтобы продвигался канал. Чем больше лайков, комментариев и вы делитесь в соцсетях, потому что вы поделились. Кто-то увидел, зашел, посмотрел и получила. Плюс реклама, которая выскакивает в роликах у вас. Есть реклама, которую вы не можете остановить и вы ее смотрите, естественно. А есть реклама с пропуском. Если вы нажали пропуск, я ничего от этого не получаю. Если вы просмотрели всю рекламу, я от этого хоть что-то, но получаю. Немного, но есть. Поэтому рекламу тоже просматривайте по мере возможности. Я понимаю, что реклама в наше время это уже, ой, как надоело. Жуткая вещь. Ну, как это ни странно, но она меня спасает. Я только на ней и выживаю, скажем так. Так, дальше. Екатерина. Профессиональная работа завораживает. Не устаешь смотреть на ваше кручение трубочек. Это реклакс. Ой, ну вы как скажете, как скажете. Ну, приятно. Так, Наталья. Я когда-то училась плести, попала на Елена Тищенко. Я только смотрела ее. Да, Елена Тищенко это одна из первых. А я попала, знаете, на кого еще в то время? Я попала на Ричарда. Но он в то время еще как-то плела, потом куда-то пропал. Я не знаю, где он. Ричард и еще, ой, как его, Эльфат. Вот эти вот два чудных мужчины. Вот у них тоже очень отличные работы. И есть чему поучиться. Ну, Ричард, как я сказала, я не знаю, может он куда-то перебазировался. Раньше он был в стране мастеров и не только. Сейчас что-то он пропал. Я вот тоже в стране мастеров есть, но я там поначалу доставлялась. Сейчас я забросила полностью их, потому что времени не хватает на все это дело. Так, Оксаночка. Леночка очень хорошо читает узоры, не устану повторять. Спасибо. Да, только вчера Оксаня рассказывала по телефону очередную плетенку. Как сделать. Лена, делайте больше прямых эфиров вместе. Так, 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 так. Вместе не скучно трубочки катать. Вы большая младчина. Да я бы делала больше прямых эфиров. Просто это проблематично в том смысле, что я сижу сейчас на кухне. У меня нет собственного места. Квартира небольшая, места нет. Я сижу на кухне и занимаюсь всю свою кухню, скажем так. И мои домочадцы все там сидят. И никто не может зайти. Если что-то кто-то хочет, то они не могут этого получить. Они, конечно, периодически заходят, но редко. Поэтому я сильно часто сделать не смогу. Да и народ не сильно любит эти прямые эфиры, потому что растянуто все. Хотя я, в принципе, говорю часто не про погоду, а какие-то советы даю. Ну, что-то некоторые не хотят слушать. А потом после эфиров или после роликов начинают вопросы задавать такие, которые все это обговорено, обсосано. Ну, надо еще раз повторить. Дело такое. Так, 90 человек смотрят. Всем все нравится. А лайков 30 немного нечестно. Ставим лайки, не забываем. Все слышали, я забыла, что сказала. А у меня уже лайков 71 светится. Это я, наверное, поздно прочитала. Так, всем пока-пока. Было очень приятно пообщаться. Время 1 час ночи. Пора спать. Завтра на работу. Конечно. Спокойной ночи у всех. Время сейчас разное. Некоторым уже и спать пора. Так, Оксана. Забылочка, привет. Я поставила, поставлю еще. У меня сын приходит, ему 7 лет, и он говорит, мама, я твой подписчик. Я тебе, говорит, поставил миллион лайков. И всегда так смешно это говорит. Я говорю, боже мой, кто бы мне еще миллион лайков поставил, как не сын родной. Вот так вот. Кравченко, Оксана. Добрый вечер. Приток. Коробочку для хранения. Только начала веревочку из трех. Наконец-то научилась закрывать ряд. Это все благодаря вашим урокам. Ни по чьим другим не получалось. Спасибо большое. Ну, потому что урок, видите, он же коротенький там идет. И чисто по существу все идет. Ничего лишнего. А именно вот кусочек этот небольшой, но начало и конец, скажем так. И серединки чуть-чуть. Чуток. Поэтому там легко разобраться. Пожалуйста, на здоровье, как говорится. Так, Оксаночка, я бы тоже поставила, но за счет. Считается только один. Да, засчитывается небольшое количество лайков. Так, Ирина. Ирина, Ирина. Так, веревочки научилась плести благодаря. Так, я только что прочитала. Да? А, нет. Вашим урокам закрывает ряды, наращивает незаметно. Все очень доходшее. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. 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 Видите, я уже стопочку заканчиваю. Я вот такую стопочку примерно думаю, наверное хватит. Но она уже заканчивается моя стопочка, пока я тут болтаю с вами. Сейчас. Воды глотну. Ой. Так, Изабель, отбегу. Сейчас вернусь. Беги. Ты уже наверно вернулась, пока я читаю. Ирина. Вы используете лак для обработки. И лак, и грунтовку дюфун. Смотря что у вас есть. Также на канале есть несколько роликов по обработке трубочек. Открываем и смотрим. Там подробно все рассказываем. Как, что и чего. Один к одному я разбавляю. Но это все зависит тоже от производителя. Так. Дальше. Наталья, я пойду в школу опять. Зачем тебе два раза в школу? Это если только когда я открою новый курс по вот этим вот работам, как говорили выше. Уже для плитунов, которые уже азы знают и будут разбирать узоры. Какие-нибудь классные. Тогда да, тогда можно. А так зачем тебе туда еще раз идти? Чисто на меня посмотреть? Да, кстати, девочки и мальчики. Мои ученики. А то все ищут, могут найти, где меня посмотреть. Я вроде такая скрытная. Хотя вовсе я не скрытная. Кто ищет, тот всегда найдет. Я есть в соцсетях. Ну, мои ученики видят меня лично на видеоконференциях. И общаются со мной тоже лично. Вот так вот. Так что, если хотите посмотреть, приходите. Леночка, посоветую, что делать. Купила три пачки бумаги, а они оказались волокнами поперек. Круто! Да. Это есть стандартные полосы. Почти нельзя нарезать и выбросить жалко. У меня такая пачка лежит. И на ней рисует мой сын. Ну, у меня была одна пачка. А тут три пачки. Это обидно. Но совет есть. Во-первых, не расстраиваться. Во-вторых, нарезать их так, как надо. Поперек. Получится... Сейчас у меня не высохнут мои трубочки, пока я показываю. Получатся вот такие вот трубочки. Вот такие вот каратусечки. Сейчас скажу, сколько сантиметров у меня такая трубочка. Так. Такая трубочка 22 сантиметра. Извините. 22 сантиметра минус скрутка 20 сантиметров будет в чистом теле. Что из них можно делать? Из них можно делать все, что угодно. Плести ими не очень удобно, конечно, потому что они коротковатые. Но, тем не менее, можно, если нужно. Например, небольшие какие-то изделия. Во-вторых, из таких трубочек хорошо плетутся узоры, которые требуют обрезки. Вот, если вы видели, а я думаю, что вы все видели. Не помню, Полина. Ой, забыла, как ее фамилия. Она плетет на стену вот эти полотна круглые. Как они называются? Боже, вообще все вылетело из головы. И, короче говоря, она плетет их разноцветными. Чтобы их сделать разноцветными, ей нужно проплетать какой-то один цвет. Потом она его обрезает. Обрезает беспощадно. Получается, она тратит там какой-то маленький. Бывает вообще один виточек всего лишь от веревочки. Например, это занимает где-то вот столечко. Вообще, капелючку. А вот это все выбрасывается. Я сомневаюсь, что она вот это все выбрасывает. Скорее всего, что трубочки сразу крутятся короткими. Вот. Я когда плела вот эту вот, не знаю, кто видел у меня на канале, тоже есть такие вещи. Корзинка у меня такая была. С одной стороны плоская, а другой стороны выпуклая. Такая половинка круга. Я котиков плела на белом фоне, черные котики. Там та же история у меня была. Там тоже нужно было эти черные и белые трубочки. Именно вот не длинные, а короткие. Так я вообще крутила не такие, а вообще вот такие трубочки. Я специально их резала. Чтоб они были короткие. Чтоб не обрезать и не выбрасывать лишнюю трубочку. Бо это очень жалко. Вот в такие моменты они очень пригождаются. Если залезть в интернет и посмотреть разные узоры, цветные вот такие вот разные, какие-нибудь интересные. Титан частенько встречается, где нужно именно вот короткая трубочка, потому что она потом обрезается. И чтоб не обрезать большую, можно использовать маленькую. Просто отложите эти трубочки в сторону и пусть они лежат. Они пригодятся. Увидели где-то такое плетение, взяли и использовали их. Не увидели? Пусть себе лежат. Они кушать не просят. Жалко конечно, но выбрасывать не надо. Это точно, однозначно. Так, тут у меня уже клей закончился. Высох. Подмажем. Так, девочки, у меня закончилась бумага. То есть у меня она, конечно, есть нарезанная, но я уже не буду убрать еще. Я буду заканчивать эфир. Сейчас покажу, чего накрутили. Вот такую вот штуку мы накрутили. Вот столечка мы накрутили немножко. Ну, немножко, не немножко, но тем не менее, это какое-то количество. Так, сейчас я вопросики ваши еще дочитаю. Тут их немного, я так вижу. А где вы такую бумагу берете? В канцелярии. В обычный канцелярский магазин или большие супермаркеты там, где продается канцелярия. Или в интернет-магазине канцелярии. Где канцелярия, там бумага. Или в типографии еще бывает. Дальше. Про рекламу. Раньше не знала. Теперь просматриваю всю. Спасибо. Так, эльфа до сих пор есть. Да, эльфа, я знаю, в инстаграме, у меня тоже в инстаграме есть. И он на меня, и я на него подписан. А вот Ричард пропал. Так, как обработать трубочки, чтобы они не махрились? Махрятся, потому что не досушиваете. Мы это тоже вот в школе все проходим. Вы не досушиваете их, поэтому они махрятся. Или бумага плохая. Ольга. Привет всем. Я с опозданием, но я с вами. Ольга. О, Ольга. Привет, Ольга. Что ты у меня тоже не светишься? Ты что, у меня не модератор? Или ты из другого какого-то этого зашла? У меня вроде бы модераторов столько много, что вы все не светитесь. Оксана светится. Так, ладно. Используйте настойки. Да, кстати, тоже хороший вариант. Тоже настойки. Тоже замечательно пойдут. Почему бы и нет? Кандапуга, лебедь, четыре года покупала, все хорошо, а тут не повезло. Может быть, нарезать поперек. Ну, это я уже рассказала. Пусть записываются домочадцы ваши проведения водой на время, чтобы сходу не врывать. Хорошо придумано. Пиццу покупай, да? И пусть сидят. Так, Екатерина, пусть записала. Так, это я прочитала. Лена, здравствуйте. Не... Чего, чего? Сейчас, секунду. Татьяна, не пробовали нарезать полосы разные по ширине с двух концов? Нет, не пробовала и, честно сказать, не хочу. То есть, если ваша полоса... Я поняла, что вы имеете в виду, очень многих у меня подписчики знакомые таким делом занимаются. Я не вижу в этом смысла для себя. Просто некоторые пробуют, им нравится, и они так делают. Если вы попробовали, вам понравилось, отлично. Я не хочу. Мне так нравится. Зачем я буду менять, если меня это устраивает? Правильно? Так, зашла вас благодарить за ваш труд. Плела рамки для фото корневым плетением через ваше видео. Берегитесь от вируса. Спасибо. Берегёмся. Стараемся. Так, Наталья Высоцкая, да. Угу. Согласна именно курс второй. Ну, вот один ученик у меня уже есть на втором. Так, спасибо огромное. Как будто с тобой на кухне. Это точно. Улечка, привет. Я с телефона. Может, потому ты и не светишься. Так, всё. Я смотрю, что вопросов нет. Люди уже уходят. Значит, будем прощаться. Всё, девочки, мальчики. Мальчиков у нас сегодня, по-моему, или были, по-моему, мальчики. Парочка. А так, одни девочки. Девочки, красавицы. Я вам вся в краске. Руки в краске. Всё в краске. Всё, давайте. Всем пока-пока. Всего всем хорошего. Всем творческих успехов. Приходите в нашу школу. Не стесняйтесь. Приходите в наши чаты. Куда-нибудь, да приходите. Мы вас везде рады видеть и слышать. Обращайтесь, пишите, не стесняйтесь. Я не кусаюсь, никого не обижаю, вроде бы. Всё. Всем пока-пока. Что дальше в планах плетения? Не знаю ещё пока. Как планы нарисую? Трубочки накрутила, накрасила, а планы ещё не нарисовала. Ну, есть какое-то представление у меня там одно, но пока не скажу точно. А то скажу, а потом сама что-то другое сплету. Я сейчас ни от чего не завишу, поэтому планы я себе никогда не делаю. То придумала, то и слепила. Я никогда заранее ничего не готовлю. Планов я имею ввиду. Потому что жизнь наша непредсказуемая. Не знаешь, что будет и чего. И так же я здесь. Всё. Я выключаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok